Ну что, погрузились немножко в историю? Улица Октябрьская, мы по ней едем. Самая длинная улица Нолицка, 3,5 километра. И, в общем-то, самая легендарная. Вот смотрите, если мы отглянемся с вами назад, но мне не надо, а вы можете. Вот Никелевый завод. Это первое предприятие комбината. В 1942 году Никелевый завод уже дал первый металл. И вся жизнь основная была сосредоточена вот там, в аварийном поселке. И культурно-бытовая, и магазинная, и производственная, и так далее. А теперь смотрим вперед, вот туда мне за спину. 3,5 километра, и там начинают строить новые первые комфортабельные дома современного Норильска, гор строя. И вот эти самые дома, конечно же, привлекают после вот этих прекрасных балков, их бараков. Люди туда переселяются с великими трудностями, а там же нет ничего совсем. И для того, чтобы ходить на работу, мы ходим пешком вот эти 3,5 километра, потому что автобусов нету, а дорогу, я вам уже говорил, чистить нечем. Снегозаносы – это беда. Вот эта дорога вплоть до осени 1942 года была дорогой смерти, по сути. Потому что мы выходим и пошли себе туда. А если полярная ночь, нам ориентироваться не на что совершенно. Ни огонька тебе, ничего. С электричеством – беда. В 1942 году появилась ТЭЦ. Она давала 5 гудков и светила прожектором с основной трубы вот на эту самую дорогу. И тогда проблемы закончились. А до этого люди по дороге пропадали по разным причинам, а потом весной вытаивали. Слово «подснежник» в Норильске имеет собственное значение по этой самой причине. Вот мы с вами по этой самой дороге и едем. Всегда снегозаносы были основной проблемой города Норильска. Всегда. И сейчас в том числе, несмотря на то, что у нас имеется уже техника и все остальное, но иногда бывает такое, что до третьего этажа, знаете, снегу наметет, а потом по этим туннелям ездим. Ну, вот такая вот особенность. Сейчас мы с вами сделаем небольшое отступление от основной программы и приедем на, наверное, единственный в мире памятник памятнику. В Норильске есть порядка сотни разнообразных объектов, вещей и событий, которых нет больше нигде. И уникальны. И вот один из этих... Одна из этих вещей, это вот этот вот памятник памятнику. Или памятник на Норильчанке, как мы его называем. Ну, я вас опять приглашаю уйти за автобусы на чушь. Не будем же мы сидеть в автобусе и выбываться на памятник. Сфотографироваться, опять же, мы не надо проверить. А история-то у него какая-то великолепная. А рассказывать буду молниться. Такой вредный человек.